Анна Горобец, практик йог, уже более 12 лет. Около того. Первый вопрос хочу задать о том, зачем йогой заниматься на сегодняшний день. Чтобы быть гармоничными, чтобы быть здоровыми, психологически зрелыми и держать управление своим телом и сознанием в своих же руках. То есть в каком-то смысле йога обеспечивает нас здоровым чувством ответственности за себя, за свои состояния физические, психоэмоциональные, что в целом очень нужно и важно современному человеку. То есть йога в каком-то смысле оказывает на человека очень классный психотерапевтический эффект. И вместе с тем, если мы выполняем асаны, ну а практически всегда в нашей стране, если мы говорим о занятиях йогой, мы и имеем в виду практику асан, мы еще и телом своим занимаемся. Все это вместе дает потрясающие результаты и интересные ощущения в процессе. И вот это вот совмещение процесса и результата, оно тоже нам дает. Я вижу только плюсы одни в этом. Поэтому, конечно, в современном мире я считаю, что практика йоги ключевая, наверное, для современного человека. Хотя, в принципе, это может быть любой другой инструмент познания. Это может быть цугун, это может быть тайдзи, это может быть ушу, это может быть пять тибетских жемчужин. В принципе, можно пробовать для себя любые практики. Я для себя нашла йогу, я считаю ее для себя наиболее гармоничной и наиболее грамотной для современного человека, чтобы вот в том динамическом, динамичном обществе, в котором мы живем, сохранять состояние баланса и внутреннего стержня, внутренней стабильности. Если бы человек хотел приступить к йоге, познакомиться с ней, могли бы вы посоветовать учителя, наставника, книгу, страну, город, место, все что угодно, чтобы человек вдохновился, пришел к этому? Ну, смотрите, есть такая поговорка среди йогов, что человек, пришедший в йогу единожды, вернется в нее еще раз. Вдохновиться с нуля, то есть, ну, допустим, просто лежать на диване, ничего не делать, есть булки, и вдруг вдохновиться, а пойду-ка я займусь йогой, ну, будем честны, такого практически не происходит. Как правило, человек приходит в йогу, когда у него либо какие-то есть запросы, либо какие-то есть задачи, которые он хочет решить, иногда мы называем это словом «проблема», либо у него есть компания, то есть кто-то его замотивировал извне. Сама мотивация вначале, она, ну, единичные случаи имеет в практике. Для того, чтобы вдохновиться с нуля, нужно сначала внутренне услышать в себе вопрос, то есть какой-то вопрос, например, нужна ли мне йога, хочу ли я попробовать йогу, что есть йога, почему все мои друзья йогой занимаются, а я до сих пор нет, то есть что-то, что-то должно начать происходить в человеке. И если мы говорим об учителе, о стране, о городе, то это всегда вопрос индивидуальный, на каком-то этапе это вопрос поиска. Можно прийти в какой-то клуб, даже не йога-клуб, да, фитнес-клуб рядом с домом, попасть на занятия по йоге, влюбиться в эту методику и дальше начать свое исследование, да, потому что фитнес-йога, например, ахатха-йога — это, ну, такие иногда вещи, очень далеко стоящие друг от друга, хотя и то, и то может быть очень полезно. Поэтому я считаю, что важно прислушаться к себе, понять, чего ты хочешь, и, конечно же, понять, зачем. И быть искренним и немножко... Сейчас скажу. Быть немножко авантюристом на вот этом пути поиска, не бояться экспериментировать. Последний вопрос хочу задать о ваших личных вызовах на 2018 год. Я планирую продолжать. И все вызовы, которые возникают, я планирую принимать. И хотя считается, что это, возможно, не совсем женский путь, отвечать на вызовы. И все же я считаю, что, когда мы занимаемся не только телом, но и духом, и дух наш получает вызовы, имеет смысл их принимать. Поэтому я планирую продолжать свою практику. Есть такая прекрасная цитата. Все, что вы можете сделать, это продолжать свою практику, и успех придет. Я считаю, что всегда нужно продолжать. И даже если я останавливаюсь, медитировать. Чтобы движение продолжалось внутри. Потому что движение — это жизнь. Вызов — это тоже жизнь. Поэтому жить, практиковать, изучать, пробовать, экспериментировать и верить внутри себя в то, что это приносит результаты. Когда мы верим в свои результаты, мы видим свои результаты. И мы видим их реально, в реальной жизни. Потому что хороша та практика, любая, которая приносит нам результаты, реально ощутимая. Можно читать много книг, но оставаться на той же точке, потому что мы не используем в жизни те знания, которые мы получаем из них. Можно закидывать изящную ногу за плечо, за свое, за соседское, за любое. Но так и не знать, какие же ресурсы есть в твоем теле и для чего они тебе нужны. Хороша та практика, результаты которой мы применяем в жизни. И мы это видим и в наших отношениях, и в нашем здоровье, и в нашем бизнесе, и в том, как мы распоряжаемся деньгами, и в том, как формируется пространство вокруг нас, какие люди вокруг нас, качество жизни. И то, что мы оставляем после себя в этом мире, что мы оставляем после отношений. Как мы воспитываем наших детей, и кто из них вырастает, что эти люди новые делают. Мы всегда должны жить сегодняшним моментом, здесь и сейчас, и при этом быть немножечко стратегами, понимать, что здесь и сейчас формирует фундамент для нашего будущего. И когда у нас получается, у нас получается. Мы видим эти результаты, и они нас всегда радуют. Они радуют нас, и они в этом мире значимы. Мой внутренний вызов — это жить. За кадром вы говорили о том, что хотите заниматься боевыми искусствами. Ох, да, я вот всегда мечтала попробовать или цигун, или тайцзи. Я вот бы так хотела в этом году осуществить это хотение, его из разряда хотения перевести уже в разряд реализованных желаний. Я вот думаю, что получится. Спасибо. Спасибо вам за интервью для открытого университета. Спасибо за вопросы, Яна. Спасибо. Грамотный вопрос — это 50, если не 70% успешного интервью. Поэтому спасибо вам за то, что вы умеете так задать вопрос. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.